Девушки отдыхают 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 Казалось, что мы не будем подчиняться законам и власти, которые не защищают наши интересы Но тогда у нас не было избирательного права А сегодня, благодаря женщинам и мужчинам, которые боролись за это право Мы можем участвовать в выборах И я считаю, что мы не можем игнорировать этот очень важный инструмент смены власти Поэтому я призываю всех участвовать в выборах Голосовать, наблюдать на выборах И поддерживать тех кандидатов, которые наиболее соответствуют вашим взглядам Я очень рада, что сегодня левые феминистки присоединились к нам И несмотря на то, что у нас есть различные политические взгляды И мы придерживаемся разных течений феминизма Я себя отношу к либеральным феминисткам У нас все равно много общего И я думаю, мы все считаем, что во власти должно быть больше женщин И я выдвигаю лозунг Женщин во власть! Женщин во власть! Женщин во власть! Спасибо! Женщин во власть! Спасибо большое! Ну вот Наша здесь вспоминала о надержании И я сейчас приглашаю на эту трибуну Настю Зотову Это супруга Эльдара Дагина Который за три выхода в одиночный пикет Сейчас получил тюремный срок По 212 статье Пожалуйста! Да, здравствуйте все! Во-первых, я бы хотела поблагодарить партию Яблоко За то, что было организовано такое мероприятие Действительно, я не слышала, чтобы в этом году, в этот день Было какое-то другое мероприятие за права женщин Ни для кого уже не секрет, что этот день борьбы за права женщин Превратился в праздник Молчи, женщина, твой день 8 марта Держи букет, держи коробку конфет Я сама, как журналист, как работающая женщина Сталкивалась с дискриминацией И с тем, что зарплата была ниже, чем у коллег И с тем, что мне отказывали в приеме на работу Из-за того, что Нет, мы хотели бы взять молодого человека А то вдруг женщина начнет рожать Но сейчас я хотела бы рассказать о дискриминации Которую я столкнулась Когда, скажем так, исполняла в кавычках предназначение женщины То есть пыталась выйти замуж Опять же, ни для кого не секрет Что в основном в тюрьмах сидят мужчины А их спутницы, женщины, пытаются заключить союз Чтобы получать свидание И другие проблемы решать Однако, нигде не написано Каким же образом можно обеспечить это бракосочетание Приходится бегать и выяснять Никто никогда не расскажет Какие бумаги нужно получить Нужно все время пинать в СИН Нужно все время пинать в ЗАГС Чтобы тебе это объяснили И даже сейчас, когда я являюсь законной супругой Заключенного в СИЗО Нам не дают свидание То есть, фактически, несмотря на то, что Нам рассказывают, что для женщины семья должна быть превыше всего Муж должен быть превыше всего Нужно заботиться о муже Когда действительно есть человек, которого ты любишь И о котором хочешь заботиться Женщине даже и в этом препятствуют И еще хотелось бы сказать Что сегодня я прочитала Что в России побит рекорд Больше всего женщин сидят в тюрьмах из стран Европы Единственное, наверное, в чем мы добились равноправия Это количество женщин среди политических заключенных Ирина Калмыкова уехала из России Оставив здесь ребенка Екатерина Мальдон уехала из России Ей пришлось оставить здесь детей У Дарьи Полюдовой 10 числа будет суд И, возможно, ее отправят За попытку организации митинга Также в тюрьму Надежда Савченко уже почти неделю Держит сухую голодовку И прямо сейчас в центре Москвы Около станции метро Маяковская Вышли люди в поддержку Надежды Савченко И, как я прочитала, их уже начали задерживать Я боюсь, что мне придется вас покинуть Я, наверное, отправлюсь туда И, наверное, чем я хотела бы завершить выступление Свободу женщинам политзаключенным Ну и мужчинам политзаключенным тоже свободу Мы дровно отправили Спасибо Свободу полицизаключенным! Свободу полизаключенным! Свободу полицзаключенным оконч Atlantic Спасибо большое Я хотел бы выступить по одним вопросам. Первое. Мы много говорим о том, что наступает патриархация страны декабра и при помощи церкви. Но, к сожалению, этим занимаются не только власти, но и наши потенциальные союзники. Представители оппозиции зачастую используются чистую лексику. Употребляют слова объективные, объективирующие и субботизирующие женщины. Среди демократических сил наиболее часто используются представители так называемой демократической коалиции. Это Парнас, это сторонники Алексея Навального. И вот нам даже удалось добиться, чтобы среди демократов меньше стала использоваться гомофобная риторика. Но с сексистской лексикой просто какая-то беда, я считаю. Сексистская лексика, в том числе сексистские анекдоты и шуточки, не так ли забидна, как это кажется на первый взгляд. Это создает вредные стереотипы, которые мешают добиваться равноправия женщинам. Благодаря этой лексике устанавливаются патриархальные барьеры. И не позволяют эти барьеры выйти женщинам за рамки, навязываемым патриархальным обществом гендерных ролей. А те, кто пытается из женщины выйти, они подвергаются обструкции со стороны общества. Поэтому я считаю важным вести борьбу с сексизмом не только нашего государства и Церкви, но также борьбу с сексизмом внутри своих организаций и борьбу с сексизмом со стороны союзников наших политических. Второе. Как уже правильно сказала Анастасия Зотова, сейчас обострилась ситуация с Надеждой Савченко. Она держит сухую голодовку. Суд абсолютно политический, проигнорировал ее алиби. Я считаю, что нет никаких оснований, ее держать подстраиваю. Она в любой момент может объявить, надо требовать объявить этого освобождения. Поэтому свобода Надежды Савченко. Свободу Марина Караваева, участница регионального совета Московского отделения партии «Яблоко». Подготовьтесь, чтобы Шуковой. Дорогие женщины, дорогие друзья и дорогие мужчины, сегодня мы собрались... Кроме того, женщина теряет много лет своей жизни, посвящая ее воспитанию и рождению детей. Пенсия у женщин также меньше, чем у мужчин. Мы 54% населения страны. Поэтому любой антинародный закон – это закон против женщин. Любой антиженский закон, вроде вывода абортов из обязательного медицинского страхования – это антинародный закон. Именно поэтому женщина должна быть в авангарде протестного движения. Но надо понимать, что эпизодическое участие в митингах не является целью само по себе. Только организованная систематическая деятельность и налаживание связи между организациями могут помочь нам добиться тех изменений, необходимость которых мы все осознаем. Свобода, равенство, сестринство! Свобода, равенство, сестринство! Свобода, равенство, сестринство! Можно добиться только системными изменениями политической власти. Частные проекты – это хорошо, и мы занимаемся ими. Но, как мы узнали по нашему опыту, на самом деле власть никогда не даст заниматься частными проектами коменистам спокойно. 19 мая в прошлом году Государственная Дума рассматривала законопроект о выводе бесплатных абортов из системы обязательного медицинского страхования. И тогда наша группа запустила проект, который назывался «Право на аборт», в котором более 100, 200 женщин присылали свои ролики, в которых рассказывали, почему они отстаивают свое право на аборт. Нежелание сделать аборт, это была не реклама абортов, это было сознательное высказывание о том, что женщина может распоряжаться своим телом так, как она считает нужным. И вот любопытный момент. После буквально нескольких месяцев, после запуска этого проекта, наших активисток в Санкт-Петербурге вызвали в Центр ЭЭЭ, для того, чтобы разобраться с тем, какими такими инициативами вы тут занимаетесь и провести беседу. Самое любопытное в этой беседе было то, что она проводилась не только по почину самих сотрудников Центра ЭЭЭ, но еще и по результатам более 40 заявлений, которые были написаны на нашу группу разными консервативно настроенными ревнителями общественной нравственности. Таким образом, можно сказать, что действительно, какими бы ни были местные локальные геминистские инициативы, власть всегда следит за ними, либо самостоятельно, либо посредством тех глаз и ушей, которые есть у нее в среде провластно настроенных граждан. И в такой ситуации власть продолжает готовить все новые и новые законопроекты, которые на 5 плюсом обрабатывают линию по фашизации нашего общества. Потому что фашизм в первую очередь опирается на разрозненные социальные группы, когда есть мигранты и есть не мигранты, когда есть сильный пол и слабый пол, когда есть женщины и мужчины. И вот эта ксенофобия играет только на руку тем, кто хочет оставаться у кормушки и дальше. Следующий законопроект, который нам грозит и с которым мы столкнемся и последствия которого мы еще ощутим, это законопроект о выводе побоев, а также угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. А кроме того, это оговорочка по Фрейду, выведение из Уголовного кодекса злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей. То есть мы сразу видим, что этот законопроект говорит именно сильной половине человечества, пожалуйста, вы имеете на это право, вы можете не платить алименты, вы можете угрожать убийством, вы можете заниматься побоями, вы можете наносить тяжкий вред здоровью, и теперь это разрешено, теперь после этого только административная ответственность наступит. И такие законопроекты будут готовиться и дальше. В настоящий момент для того, чтобы каким-то образом противостоять тому, что происходит во власти и тому, что происходит снизу из этой консервативной среды, которая никогда не допустит действительно настоящего равенства. Единственное, что может нас спасти, это солидарность между всеми слоями, которые угнетены, солидарность между рабочими и рабочими мигрантами, солидарность между мужчинами и женщинами, и солидарность между женщинами внутри женских сообществ, объединение и преодоление разногласий для того, чтобы стать единой силой, которая могла бы диктовать свои требования и отстаивать свои права. Поэтому единственное слово, которое я хочу услышать на этом митинге, это солидарность. Солидарность! 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 Спасибо! Сейчас Никольс Монтака подготовится Елене Тищенко. Всем добрый день! Появление анархистов! Подруги, сестры, я, честно говоря, не совсем готова была сегодня выступать, и я думаю, что о проблемах уже сказано очень много, обо всех видах проблем, с которыми сталкиваются женщины. Я хотела добавить немного оптимизма. Дело в том, что я вот, вращаясь в юнистских кругах, вижу очень много женщин, которые что-то делают, занимаются активизмом, устраивают акции, пишут тексты, я сама пишу тексты, занимаются пропагандой людей своих знакомых. Но всегда кажется, что этого очень мало, что у нас просто единицы, что никто не обращает нас внимания, никто не замечает всех наших усилий. Даже женщинам феминизм практически по боку, и, в общем-то, мы практически невидимы. Но, если обращать внимание не только на это, то можно заметить, что для определенной группы мы очень заметны. Потому что если, например, вычитать на каких-нибудь ресурсах, статьи, имеющие отношение к феминизму, например, наиложить кинопоиски, статью про женских персонажей в фильмах, или в какой-нибудь женском журнале про красоту, статью о том, что, в принципе, женщине не обязаны создать взор мужчины, вообще, как бы, то всегда будет очень много комментов, говорящих о том, что феминизма чересчур много. Просто за силе феминизма, феминистки вздохнуть не дают, другом один сплошной феминизм. И, конечно, мне не кажется, что феминизма слишком много, пока что его еще слишком мало, но тот факт, что мужчины забеспокоились, мне кажется, очень симптоматично. Когда был скандал с белым «Оскаром», я узнала такую тему, что даже белый геттосексуальный мужчина уже устраивал какие-то новые дни, которые будут получить только они. и мне кажется, что то, что группам, которые раньше сейчас доставали на английском, в другой наемочке сейчас приходят как-то поднапрячься и поволноваться, это очень хороший призрак того, что мы все делаем правильно. И когда вам будет сказать, что феминист практически что феминист практически меняется, и что мы мало чего можем додиться, вспомните, как волнуются мужчины, как мачтем им постоянно пикать там демотиватор, с словами с юристами ничего не могут изменить, тем, как им это жалко и беспомощно. И просто воспринимайте это как вопли ужаса людей, у которых рушится мир на наши глаза. И в этот праздничный день давайте поднимем метафорические, потому что связайте тех, кто стоит у нас на пути. Ура! Дарья Гарманенко, журналистка, одна из редких журналистов, которая волнует эта тема, которая сама приходит на акции. Подготовиться Анастасия Мобина. Спасибо. Я хотела бы сказать о том, почему наша власть сегодня превращает нашу страну в страну Третьего мира и одновременно подобие Третьего Рейха. Ведь права женщин это одна из самых составляющих свободы демократического государства. Только такая страна будет просветать. Я пришла к выводу, что у женщин всего лишь несколько оснований не быть феминистой. Первое и самое мощное основание это страх. Но у нас, слава богу, не Саудовская Аравия, не Пакистан. Второе основание это невежество. И третье основание, потому что женщина просто не знает, что можно жить по-другому. Сегодня наша пропаганда всячески делает так, чтобы выращивать от женщин пустых кукол, которые просто обслуживают мужчину. Почему делает это власть? Уважаемые сестры, мы находимся сегодня на митинге, организованном партией Яблок и не по своей воле. Власти делали все, чтобы в Москве не состоялось радикальное шествие феминисток. Нам не был позволен даже митинг дать бабку. Мы возмущены такой цензурой и вытеснением нас на безопасную и умеренную площадку, исключением нас из актуального политического поля. Многие нас по разным причинам не хотят и не будут солидаризовываться с партией Яблоков. Но тем не менее, сегодня у нас не осталось так другого выхода. За последний год российский феминизм проделал большой суть в своем развитии. Было много хороших проектов и начинаний во всей стране. Можно вспомнить появление тюменской феминистской инициативы Гербера и их мощная деятельность радикальных феминистов из Икутска, появление самоорганизующихся групп в тех городах, где раньше ни о каком феминизме не было слышно, например, в Бурятии. Прекрасная акция в Нижнем Новгороде в рамках кампании 16 дней против гендерного насилия. Их было очень много, и мы должны помнить, что российский феминизм это не только Москва и Петербург. Часто все самое искренне, активное происходит в регионах. Мы призываем больше говорить о разных городах, позитивно дискриминируя столицы. Отравно, что несмотря на дурную критику, идеи феминизма, и в том числе нашего объединения, все больше женщин объединяются как на движении. Это круто и важно. Стены постепенно улучшатся, и политическое самосознание растет и движется в верном направлении. Но, тем не менее, российский феминизм растет и всегда качественно. Это можно и нужно практиковать. Более того, то есть, только постоянные рефлексии и самокритика помогут достичь больших целей. Разрозненность, разобщенность, теоретическая каша, вера в живительную силу, децентрализации, большое количество неэффективных деятельностей, все это тормозит развитие нашего движения. Но здесь сегодня относительно мало, учитывая население Москвы. И все потому, что движение малых ресурсов, людей и пиар. Нам нужны непостоянные бессмысленные или малополезные акции, а каждодневные, внутренние, тяжелые работы. Долой активизм ради активизма, деятельность ради деятельности. Нам нужна общероссийское объединение феминистов с разных взглядов, четкая организация, ясные цели и постоянная целенаправленная системная работа. Только так победим. Еще я хочу сказать, что вы можете подойти к человекам с флагом РФО «Она» и взять у нее листовки.